Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Сегодня мы начнем с довольно амбициозных и масштабных целей. Я обозначу ориентиры по, наверное, самым популярным финансовым инструментам в моменте и впоследствии, если будет необходимость, опять же жду комментарий с вашей стороны, попробую более глубоко проанализировать ряд этих инструментов и объяснить, почему такие цели вполне реальны. Хотя, друзья, если вы регулярно смотрите мои брифинги, вы, наверное, и без этих дополнительных комментариев знаете, почему нужно ожидать сейчас роста фондового рынка S&P на отметке 4 тысячи пунктов, почему золото вырастет до 2 тысяч долларов, почему фунт-доллар будет претендовать на движение выше отметки 1,40, почему нефть сохраняет потенциал роста даже до 70 долларов за баррель, а биткоин в район 50 тысяч легко может уйти. Хотя, опять же, хочу заметить то, что по ряду инструментов, вот, например, по нефти и по биткоину, у меня лично не хватило смелости сидеть дальше, я пофиксил хороший профит с учетом того, как низко мы заходили в эти инструменты, но в то же время, если кто-то из вас продолжает удерживать ланги, я, друзья, вас в этом поддерживаю, хотя лично субъективно буду искать более низкие ценовые значения в перспективе для перезахода в эти инструменты. Но, с другой стороны, прежде чем будет коррекция, ничто не мешает этим инструментам выйти на новые локальные-исторические максимумы. Поэтому, друзья, если вы рискуете прямо сейчас, если вы работаете по тренду, вы большие молодцы, особенно большие молодцы, если смогли охватить весь спектр финансовых инструментов, которые я только что перечислил. Ну, ладно, давайте вкратце теперь по основным из них. Индекс доллара ни в коем случае нельзя забывать про американцы, потому что это локомотив финансового валютного рынка. 9070 – это те котировки, которые мы видим в моменте. Индекс доллара продолжает валиться, снижаться, как угодно. Индекс доллара с каждым днем становится все дешевле. И впереди, друзья, тест поддержки 90 пунктов. Я уверен, что произойдет этот тест так быстро, как в Штатах примут новый пакет фискальных стимулов. Все трейдеры в буквальном смысле сейчас следят за тем, как продвигаются переговоры между республиканцами и демократами. После, кстати, резолюции о бюджете, конечно же, сделан большой шаг в сторону одобрения фискальных стимулов на 1,9 трлн долларов. И мы знаем то, что сейчас демократы Сената продолжают принимать ряд законодательных поправок, которые в конце концов позволят на решающем голосовании по пакету госпомощи заручиться поддержкой для его инициирования, для получения зеленого света для него без соответствующих голосов республиканцев. Это очень хитрая затея, друзья, но она бы не затевалась, если бы так остро накануне не стоял вопрос нужды американской экономики в дополнительном финансировании. На минувших выходных в воскресенье Джанна Терен, которая сейчас возглавляет Министерство финансов в интервью в CNN, отметила, что именно от того, как быстро будет принят пакет фискальных стимулов, зависит темп экономического роста и прокомментировала, что, безусловно, если пакет на 1,9 триллиона примут, то по занятости американская экономика сможет достичь показателей допандемичных уровней уже в рамках 2021 года. Но при этом, друзья, она сделала комментарий, который, на мой взгляд, должен был быть ясным, предельно понятным для всех тех, кто системно смотрит на то, что на рынках происходит. При притоке в таком количестве новых денег, конечно же, стоит ожидать рост инфляции. Я об этом говорил вам 10 миллиардов раз. И сейчас это подтверждают и первые денежные, скажем, монетарные чиновники США, которые сигнализируют о том, что нужно, безусловно, готовиться к росту инфляционного давления, к повышению индекса потребительских цен. И между строк, друзья, нужно читать, что это отсылка к тому, что может быть, если вы не хотите связываться, например, с криптоиндустрией, не верите в нее, что это альтернатива в качестве защитных инструментов, да, если опустить показатели волатильности, все-таки крипторынок регулярно из года в год показывает существенный прирост. Если вы хотите работать с традиционными финансовыми инструментами страховки от инфляции, пожалуйста, золото – это лучший выбор. И прямо сейчас золото растет и восстанавливается тоже, как я и говорил, 1841 доллар за тройскую унцию. Бешеный спрос со стороны институционалов, еще более серьезные показатели потребления сейчас и спроса со стороны физических лиц. Кому интересно, можете поискать информацию в сети по поводу продаж золотых унций, тройских унций центральными банками. Я могу точно сказать, что по данным статистики Монетного двора США в январе было продано физическим лицам, американским домохозяйствам 220 тысяч тройских унций золота. Это, друзья, втрое больше, чем в январе 2020 года. А поскольку буквально на прошлой неделе от ФРБ Сент-Люис мы получили в качестве опережающего индикатора того, что реальная инфляция начинает расти, и сейчас инфляционные ожидания уже находятся на максимальных значениях с 2014 года, я думаю, что спрос на золото останется на очень высоких значениях и дальше. И впереди нас ждут не только рекордные показатели выкупа золота у Монетных дворов, но еще и обновление тех исторических максимумов, о которых я по рынку драгоценных металлов говорил. Ближайшая цель, конечно же, 1850, до нее рукой подать, следующая отметка 1900, но для тех, кто хочет ждать и получать по максимуму от долгосрочных инвеста идеи, нужно ориентироваться уже на 2000. Нефть 6102 по бренду я вне сделок. Друзья, собственно, после того, как мы добрались до 60, мне кажется, что этот профит уже достаточный, потому что за неделю просто был 15%. Ну, это круто, конечно же. Я не ожидал, что настолько стремительным будет восстановление. Сейчас нужно позволить заработать другим, тем, кто будет рисковать, сидя в этом инструменте, дальше. Я рекомендую, друзья, вам также закрывать позиции, как рекомендовал это делать ранее. Ну, а конечное решение, безусловно, за вами. Евро против доллара 1.2079 Сити рекомендуют брать евро-доллар с текущих значений, если вы не купили ранее. Я давал такую рекомендацию еще тогда, когда пара евро-доллар была ближе к уровню 1.20 и вот в моменте, на прошлой неделе, тестировал даже это значение. Фунт против доллара 1.3782, цель 1.40. Большое спасибо Банку Англии, тоже мы вчера детально анализировали. Прогнозы экономического роста, следствие эффективной кампании по вакцинации. На этой неделе очередное выступление Бейли, которое реально может повторить, что отрицательные ставки пока невозможны для британского регулятора. И если реакция будет такой же, как повторение риторики, то пара фунт-доллар завершит эту неделю поближе к отметке 1.39 и там уже до уровня 1.40 будет рукой подать. Биткоин рост сейчас с котировки 46.818 долларов. Причина – это покупка Теслы биткоина на 1.5 миллиарда долларов. Новости даже о том, что очень скоро Тесла начнет в качестве оплаты за свои автомобили принимать биткоин. Я, конечно же, в этом сомневаюсь. Друзья, я прямо представляю образующиеся Тесла-мойки не только на территории США, когда люди, лишенные возможности как бы легально показать все свои доходы через приобретение, через крипту этих автомобилей, начинают их сбывать по дармовым ценам. Но, наверное, приобретение и возможность покупки Теслы за биткоин – это какая-то спекулятивная новость, которая фактически реальное решение так и не перерастет. И S&P 3909 пунктов, 4000 цель. Друзья, при ожидании тех, которые сейчас присутствуют касательно новых экономических стимулов, точно мы доберемся до этого психологического уровня. Рынок трендовый, работаем по тренду, немудрим и даем возможности пухнуть нашим депозитам. Всем пока!